Нельзя брать вспомогательную литературу, учебники, шпаргалки и так далее. У вас ничего этого нет. От такого инструктажа становится некомфортно даже тем, кто никаких экзаменов сегодня не сдает. В 22-й Барнаульской гимназии 11-классники проверяют свои знания по истории и химии. Мы спросили у выпускников, переживают ли они. Что сдаёшь сегодня? Историю. Переживаете? Очень сильно. Я готовилась весь год. И сейчас я хочу показать самый высокий результат. Так что волноваться. Я уверен в своих знаниях и готов выложиться на 100%. Начувствуешь себя немного ограниченным каким-то. Чем по тебе не доверяют. По дороге к своим партам школьники проходят несколько пунктов досмотра. Металлодетекторы находят даже пятаки под пятками. Организаторы говорят, что пронести шпаргалки просто невозможно. Но недавно двух барнаульских школьников удалили с экзамена по математике. Без права пересдачи в этом году. У одного из них был с собой калькулятор, у другого – шпаргалка. Походите. Сюда. Походите. Но нервничают выпускники не из-за невозможности списать, а потому что ЕГЭ во многом решает их дальнейшую судьбу. Поэтому готовиться к экзамену нужно еще и морально. Психологи советуют родителям поддерживать детей независимо от результатов, а школьникам не переоценивать важность события. ЕГЭ – это не самое значимое, что должно быть в жизни человека и ребенка в том числе. Это всего лишь промежуток времени. Но мы этому придаем такое значение, как будто это и есть смысл жизни. Такое отношение и может привести к столь печальным последствиям, которые произошли в Чебоксарах, даже если не учитывать тот факт, что девушка была серьезно больна. К счастью, в Барнауле таких случаев пока не было. Если же паника застанет выпускников прямо во время экзамена, психологи рекомендуют им отвлечься на небольшую физкультминутку. Можно размять кисти или подвигать головой. Кстати, следующий экзамен по русскому языку уже в понедельник, 3 июня. Наряди Миллер, Александр Антропов, День с толком.